Книга «Открытым окон», том 18. Вопрос 3257. Тема «Жития». Вокруг головы святых очерчен круг. Сегодня доказывают, что это память об иноценных цивилизациях и пришельцев из космоса сохраняет даже церковь, изображая святых скафандров. «Когда же в действительности и кто придумал рисовать кружки вокруг голов?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Все, что не по слову Божию, как правило, заимствовано из языческого пантеона, иной цивилизации, демоны без скафандров». «Нимб» – сияние вокруг головы Иисуса Христа и святых, запечатлеваемое на их иконных и другого рода изображениях, как правило, имеет форму круга и рисуется золотом. Возможны также синие и зеленые нимбы. Особой формой нимбы является мандорла от итальянского мандорла «Миндалина». Сияние овальной формы, вытянутое в вертикальном направлении, внутри которого помещаются изображения Христа или Бога-Матери, или же святых. Изобразительные формы нимбов восходят к античности. В античных изображениях нимб мог усваиваться языческим божеством, полубогам и героям в качестве атрибута их божественности. Такие изображения соответствовали античным представлениям о том, что тело богов состоит из легкой, светящейся субстанции. Причем эта субстанция, когда боги являлись в человеческом облике, давала себя знать, как сияющее облако. В античных изображениях встречается как круглый нимб над головой изображаемого, так и мандорла, полностью заключающая в себе фигуру. В христианской иконографии нимбы встречаются уже в IV веке. Первоначально они, а именно мандорла, появляются в изображениях вознесения Христа. С V века с малым нимбом изображается Богородица, мученики и другие святые. Изображение Христа в мандорле особенно свойственно иконографии преображения Господня и Второго пришествия. Мандорла передает сияние, передает здесь сияние славы Господней. Это же значение прославление имеет мандорла и в иконографии Успения Божией Матери. Малый нимб может иметь разные формы. В изображениях Бога Отца нимб первоначально имел форму треугольника, позднее же форму шестиконечной звезды. Христос изображается преимущественно с так называемым крестовым нимбом. Нимбом в виде диска с писанным в него равноконечным крестом. Эта же форма нимба встречается и на символических изображениях Христа в виде пастыря доброго и агнца Божьего. Существовала традиция, в которой новозаветные святые изображались золотым нимбом, а ветхозаветные пророки и патриархи – серебряным. С развитием учения об обожении нимбы осмысляются как условное изображение нетварных божественных энергий и могут ассоциироваться с фаворским светом. Нимб или Мандорва, окружающая Христа, понимается как изображение того света, который апостолы Петр, Иаков и Иоанн видели исходящим от Христа при его преображении. Марка 9.3 Этот свет по учению святого Григория Паламы был манифестацией нетварных божественных энергий. Этот же свет усваивается и святым, поскольку святость и состоит в провнизанности божественными энергиями, то есть в причастности к Божеству по благодати. Иконографический прием получает здесь, как и во многих других случаях, точный богословский корреля и соотносится с богословием святости в целом. Кавычки закрываются. Премудрость Соломона 14.16.20 Потом утвердившийся временем этот нечестивый обычай соблюдаем был, как закон, и по повелениям властителей изваяние почитаемо было, как божество. А народ, увлеченный красотою отделки, незадолго пред тем почитаемого, как человека, признал теперь божеством.